Воловская районная больница в Липецкой области вновь стала самостоятельным медучреждением. За этой историей мы следим давно. Три года назад больницу оптимизировали. Жители Волова боролись за ее возвращение. Им помогали липецкие коммунисты. Проблема решена, но годы оптимизации не прошли бесследно. Воловская больница возвращается к нормальной жизни. В коридорах пока еще непривычно тихо и пусто. Лечить есть кого, а работать некому. Медучреждение, которое когда-то обслуживало весь район, три года назад попало под каток оптимизации. Оставили только дневной стационар на 12 взрослых и одно детское место. Узких специалистов уволили за ненадобностью. Встал утром, температура 37 с лишним. Звоню, талончик будет через неделю занят. Приезжаю на скорую, они говорят, а что мы вам, у вас просто температура вам терапевту. Вот вышел и стою, думаю, что делать. Все эти годы вопрос с медицинской помощью решался одним способом. Жители ехали к врачам в Тербунский район или обращались в медучреждения соседних областей. Расстояние между населенными пунктами – десятки километров. Для многих селян путь непреодолимый. Автобусы, которые идут на Липецк, только на них можно уехать. Сообщение, чтобы именно возили до Тербунской больницы и обратно, этого не было движения, как бы не рассчитано было. Считали, что как бы у всех много машин, можно добираться на них. Боролись за возвращение юридического статуса больницы всем миром. Собирали подписи, выходили на митинги. Местное отделение КПРФ направило десятки обращений в областную администрацию, надзорные органы и президенту страны. В итоге добились результата. Но пока в больнице не хватает ни персонала, ни оборудования. Теперь надо добиваться выполнения законодательства в части обеспечения населения медицинскими услугами. А для этого нужны врачи, для этого нужны медикаменты. Сегодня ситуация коренным образом для жителей района пока не поменялась, потому что и лекарства надо покупать за собственные средства, и врачей, узких специалистов не хватает. На переоснащение и обеспечение больницы медицинскими кадрами потребуется время. Областные власти уже обещали выделить необходимые финансовые средства. Липецкие коммунисты держат ситуацию на контроле. Людмила Михалева, Красная линия.